Современный строительный рынок перенасыщен различными видами теплиц по размеру, форме, стилистическому предпочтению. Но классикой и вечным фаворитом являются именно английские теплицы. Именно их мы сегодня с вами и разберем. Итак, английская теплица или теплица в викторианском стиле. Фактически, такая постройка представляет собой отдельно стоящий или пристроенный к основному зданию домик с двускатной крышей и высокими стеклянными стенами. Такая особенность конструкции позволяет выращивать внутри не только обычные овощи и ягоды, но и высокорослые культуры. На современном рынке представлено достаточно много английских теплиц, которые продаются в разобранном виде. И все, что требуется от владельца, это построить прочный фундамент, собрать заранее купленный каркас и покрыть его стеклом. Как правило, к таким сборным моделям предоставляется детальная инструкция по сборке. Но, если вы не хотите тратить лишние деньги на покупку готовой конструкции, вы всегда можете изготовить ее своими руками, используя для этого качественные строительные материалы. Как правило, для каркаса используют алюминиевый профиль или деревянный каркас. Мы остановимся подробнее именно на первом. А готовый чертеж я прикреплю к ссылке в описании к видео. Что же такого в английских теплицах и почему они считаются настоящим шедевром садостроения, обретая все большую популярность? Дело в том, что такая конструкция по внешнему виду напоминает красивый домик-оранжерею, хотя на самом деле является почти обычной теплицей. Почему почти? А потому что у любой английской теплицы имеется несколько характерных особенностей, внешних и конструктивных, что позволяет отличать ее от любого другого строения. Строительство начинается с возведения прочного бетонного фундамента, площадь которого должна соответствовать размерам будущей постройки. Чаще всего это стандартный ленточный фундамент. У английской теплицы всегда есть цоколь. Да, у этой конструкции обязательно монтируется фундамент и цокольная часть, за счет чего грядки значительно поднимаются над землей. Защищены от промерзания в зимний период, если теплицы используются для выращивания растений зимой и оборудованы системой обогрева. К тому же красивый и аккуратный цоколь придает строению законченный и аккуратный вид. Для создания этого цоколя мы применили винтажный кирпич 1956 года. Обработали его, стабилизировали и выполнили вот такой высокий красивый цоколь. Английская теплица покрывается стеклом всегда. Никаких пленок или поликарбоната, только ровное, красивое, прозрачное стекло. Английская теплица, покрытая другим типом материала, выглядит уже не так аккуратно и величественно, как должна выглядеть в оригинале. К тому же дело в том, что непрозрачный поликарбонат скроет за собой все насаждения. А ведь одно из главных преимуществ английской теплицы – это возможность всесезонного использования и дополнять участок не только как теплица, но и как оранжерея. Основная особенность английских теплиц состоит в том, что для ее строительства используется ударопрочное стекло, поэтому основное внимание нужно уделить строительству прочного каркаса. На заметку, те, кто обладает достаточной суммой денег, могут заказать себе английскую теплицу из стеклопакетов. Фирмы по производству пластиковых окон с радостью выполнят для вас такой заказ. Готовая теплица будет очень теплой. Если строите теплицу самостоятельно из дерева и планируете остеклить сами, то используйте для остекления стандартное оконное стекло. Резать его придется самостоятельно при помощи стеклореза по строго вымеренным размерам. Остекление производится снизу вверх. Сначала закрывайте нижние рамы, постепенно продвигаясь вверх. Стекло можно крепить при помощи мелких гвоздей и рейк. Английская теплица – это строение с двускатной крышей, напоминающее аккуратный домик. При этом скаты должны быть очень крутыми, около 45 градусов. За счет этого на конструкции не скапливается снег. Высокие стены – также одна из конструктивных особенностей английской теплицы. За счет этой особенности можно выращивать высокие сорта растений. Любая английская теплица имеет высокий конек крыши, поэтому высота потолка, соответственно, очень большая. Для того, чтобы эргономично использовать пространство, нужно строить стеллажи. Но я сейчас поделюсь с вами своим лайфхаком. Вместо стеллажей мы купили обычные стремянки и расположили именно на них наши горшки. Это сэкономило средства и позволило максимально использовать все пространство теплицы. Теплица круглогодичная, поэтому внутри проведена система отопления и освещения, что позволяет растениям круглый год развиваться и расти. Растениям нужно свет, тепло и вода, и система орошения здесь представлена капельным поливом. Капельный полив имеет много достоинств, и все они значимые. Значительно снижается трудоемкость. Вам не нужно больше использовать лейки и шланги. Снижается расход воды. Исчезает необходимость в частом рыхлении. Растения лучше развиваются и повышается урожайность. И есть возможность организовать прикорневую подкормку. Экономическая эффективность систем капельного орошения доказана уже неоднократно. И даже в промышленных масштабах. Расходы на создание системы можно свести к небольшой сумме, а все плюсы останутся. Теперь вы знаете все секреты создания английской теплицы. И можете даже попробовать воплотить такую конструкцию в жизнь на своем дачном участке. Помните, что собрать такое сооружение делать далеко не пяти минут. Но зато положительный эффект от появления на даче такой теплицы вам обеспечен. Растения высажены не только в теплице, но и вокруг. Поэтому здесь расположился огромный огород. Огород представлен приподнятыми грядками, которые выполнены из дерева. А дорожки между грядками выполнены из лиственничных спилов. Ну что, вот и все. Вот такая нарядная у нас получилась теплица. Если вам интересно, есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. А ссылку со схемой я оставлю в описании к видео. Спасибо.